Приближит мне двое. Понимаете, так что закон где-то написано. Закон нужно создать. Для этого есть законодательное собрание. В Думе специально работают люди. Получают очень большие деньги за это, которые нам в России не с ними. И говорят, что вот они потрудились, такие это законы написали. А закон, говорит, не работает. Не работает. Почему? Что-то не так. Где-то воруют деньги, которые на это отпущены. Люди не хотят исполнять противосто. Смотрят, закон отмененный. По-новому начинают работать. У Бога не так. Однажды данный закон навсегда. Он только усовершенствуется. Некоторые думают, что Ветхий Завет Бог отменил, теперь же Новый Завет, а Ветхого мы не знаем. Это совершенно неправильно. Ветхий Завет указывал на Христа. Так, и в полноте Ветхий Завет это Христос. Конец закону Христос, Павел говорит. А какой конец? Начало нового закона о Христе Иисусе. Ветхозаветные люди приучались к добру. А добро всегда с трудом дается. Понимаете, вот есть такие законы, которые в речении написаны. Но однако мы в этих законах живем и купаемся. А это законы не знаем. Вы слышите такие поговорки? Говорят, наступать на те же грабли. Это закон. Но на дявку наступишь, ты в другой раз уже не можешь бросать. А грабли они ничего не делают, кроме того, что наступил. А черенок, он же буквой Г, ударил тебя в полку. Опять грабли бросили, опять наступили. То есть повторение одних и тех же ошибок. Это закон. И закон нужно исполнять. Кто не изучает историю, эти законы, тот рискует их повторить. Так просто Павел говорит. Итак, я нахожу закон. Он нашел его этот закон. Что когда хочу делать доброе, а принадлежит злое, мы кое-что будем брать от обратного. Мы не знаем, как работает кто-то. Но судя по его плодам, можем сказать, вот у этой хозяйки в огороде все сплетет, у ней все нормально, а отсюда делаем вывод по огороду. А она работает хорошо. Мы не видели, как она работает. Она не была на наших глазах. Но мы делаем этот вывод, судя по плодам. И вот сегодня церковь отмечает Духов день. Этот праздник среди всех надуманных, самый надуманный в году. Надуманный. Если успение Божьей Матери начинает праздновать с 8-го, с 9-го века, то вы просто, а когда же начали праздновать? Сегодня никакого события вообще не было. Божья Матерь умерла, отмечается. В храм вели ее, но об этом нет ни одного слова в Библии. Какой же вывод сделать отсюда нужно? Что этот праздник Духов день. Я вот все исследовал, смотрел, читал, упоминал. И мне кажется, хотя на него не указывает ни то, как он возник, но мне кажется, он возник прямо сразу же на другой день. Это подчеркивает важность знать Дух Святой, жить в Духе Святом. И хотя вот в понедельник ничего не случилось, вообще ничего нет, это воскресенье было, вчера Дух Святой сошел, церковь решила выделить отдельный день для Духа Святого. Чтоб мы задумались, что это такое, какими законами мы живем. Вот вы слышали сегодня сколько молитв? Мы слышали, и ни одной молитвы не знаем. Я уж не говорю про детей, которые первый раз. Они слышали, что батюшка стоит спиной, что-то им разговаривает, говорит закон. А написано, пустите детей, это от Духа Святого. Вот после этого детям нужно все разъяснить и молитвы. У нас нельзя ничего изменить в богослужае. У нас намерку все смонтировано здесь. На русский язык нельзя. Молитву разбить на несколько частей с пояснениями нельзя. Но выход есть заниматься дома, отдельно с детьми. И ради чего это? А ради того, чтобы в церкви. Попытка изменить что-то, но не сверху, они попытки были снизу, привели только к образованию разных сет. Они называют, допустим, свет пробуждением. А их легче назвать тьма забуждением. Потому что без церкви нет спасения. В церкви это особый дух об день. Так что в этот день случилось? Знаете, ничего не случилось. Вообще ни в Библии, да и вообще в истории никогда ничего этого не было. Но церковь выявила, значит, первая церковь, она понимала, что значит Дух Святой. Хорошо, запомните одну фразу. Кто Духа Святого не имеет, тот не Его. Тот не Его. А что Он Его, каждый говорит, все Его, любой сектант, любой верующий, все, мы Божьи, мы христиане. А вот проверить это можно Божьим и христиане по определенным признакам, которые указаны в Слове Божьем. Я говорю, что очень тщательно исследовал этот вопрос и нашел, как ключ к этому, священное писание. Мы вот знаем, что есть каноническая Библия, а есть неканоническая. К ней 11 книг прибавляется. Почему? Были утеряны. Стерковь находила. А сирахов от Бога или не от Бога? Ну, от Бога решили, потому что Златоуст проповедал на него. Но вот находят третью книгу Едра. Вообще нигде этой книги нет. С католиками мы знать не хотим, зачем она ей нужна. И вдруг у католиков находят третью книгу Едра Бульгата. Бульгата это перевод Святого Иеронима. Я опять же не знаю, нигде не написано. Вообще нигде. Кто решил принять третью книгу Едра в канон церкви? Почему? Не написано, но я так думаю. Боярис. А если это от Бога? А мы ее не примем. То есть трепетное отношение к Духу Святому. А какое отношение к Духу Святому? О том, что все писание Бога Духновенный писали его святые, божьи человеки, будучи движимы, подталкиваемые Духом Святым. Духом Святым. И, видимо, те, которые включали в канон, в третью книгу Едра думали, а если это от Бога? Ведь Иероним, он очень духовный был человек. Он перевел, с евреем познакомился, изучил еврейский язык. И около 30 лет был в пещере. Он много другого написал, но главный труд его это перевод Библии на латынский язык. Его посчитали сразу ересь. Ну, это обычно так, еридик. Сегодня это самый популярный святой на Западе. И православные его признают. Вот к истинному православию, у меня предусловие говорится, что как к истинному православию книга, может быть, не появлялся больше такой труд, как подременный Иеронима. Его и Иеронима отвернулись от него все друзья, все знакомые. За что? Он описал все, что делается в церкви. Какие стали люди без Духа Святого. Его труды пользовались огромной популярностью не у христиан, а у язычников. Тогда же и у с дектантов. Его труды от руки все переписывали, и христиан встречали и говорили, вот ваша церковь, вот ваши попы-пьяницы, вот ваши развратники. Он все написал. Его друзья встречали и говорили, зачем ты мать церковь раздеваешь? Что ты сделал? Нам из дома выйти нельзя, язычники. Что говорят? Прошли столетия, и мы знаем сегодня, всех, кто упрекал его, никто. Их как плеву, плеваю, это Микина. Развеяло никого нет. А имя Иероним сегодня стало самым великим на Западе, да и на Востоке. Я говорю, что подобно как Иерониму, может быть, никто и не восставал. И его Дух был движен Духом Святым. Он об этом заботился. Если все Писание Богу духовенна, то что мы находим о Духе Святом, чтобы угодить Духу Святому? Я вчера говорил о Духе Святом, что это главное, для чего все Христос совершил на земле. Сидите, ждите, я пошлю вам Духа Святого. Ждите, и вы обречете силу. О Духе Святом спорят, о соборах. И Дух Святой истинный, неистинный, равен Отцу, не равен. А Цена исходит от Отца. Да ведь не об этом спорить-то надо. Церковь приняла корону, нам надо его принять, символ веры. Самое главное, живем ли мы в Духе Святом? Имеем ли мы Духа Святого? Движим ли мы Духом Святым? Но Бог с меня не спросит то, что я мог доказать или не мог доказать, что Дух Святой равен Сыну. Ну чего же доказывать, когда Церковь приняла, надо принять только и все. Вообще тут спорить не о чем. Знаете, у вас на руке сколько пальцев? Пять. Ну, кого-то, может, и меньше. Запомните грехи против Духа Святого. Их всего четыре. И очень надо бояться. Потому что четвертый грех ввергает человека в такую яму, откуда его ни близко, ни кто не вытащит. Никогда. Его Христос оттуда вытащить не может. Главное, Духа Святого. И не простится ни в этом веке, ни в будущем. А на сыну, даже руковаться в Божьей Матерь, прощения будет. На Духа Святого не простится. Но к этому ведут дополнительно три ступеньки. А ступеньки вниз идут, не вверх. Он говорит, не огорчайте Духа Святого. Дух Святой действует, очень нежно будет. Перегорнулся, лег на другой бок. На другой день тебя не будет быть. Ну, кто-то как будто стукнул. А никто не стучал. Встань на молитву. Посланный Духом Святым, Ангел Божий пробуждает нас. Вспомни о путешествующих, нуждающихся, охраняющих порядок, о болящих. Может быть, о грозящей опасности. Может, поджигательный же к дому подошел. Ты же этого не знаешь. Дух Святой очень нежно подходит. И кто грубой природы человек не расслышит, он отходит, и иногда навсегда. Когда обречал распинатель Христа Степан, он говорит, вы всегда противитесь Духу Святому. Как отцы ваши, так и вы. А почему узнал? В пророка. Пророки обречались. Пророки обречались от простых людей тем, что они слушали голос Божий. Они больше ничем не отличались. Илья, он подобный нам пророк. Но все пророки были Духом Святым движимые. Вот это была разница. И вот Духа в день сегодняшний, он посвящен воспоминаниям всех чудес Духа Святого. Его действия, чтобы мы все применили к себе. Эти молитвы, что считали сегодня, они практически бесполезны. Их не знают. Просто я знаю, что не знают. На них надо особое внимание обратить. Они очень глубокие, все эти молитвы. Их надо по частям разбивать буквально на каждый день, может на месяц, на год. Мы как-то разбирали на наших занятиях в университете канон Андрея Критского. На русском языке. С разъяснением. Я не могу сказать, но минимум больше месяца у вас ушло. Сколько же там заложено? Я доказал, что Андрей Критский только одну часть взят, покаянную. Он еще не взял благодарственных. И словословие третье, на третьей ступени он даже не попытался поднять. Это все от Духа Святого. Дух Святой побуждает к покаянии, на этом не останавливает. Дальше ведет признание Божьей благодати. Все от него. Первая книга Макарейская, 1.47-1.49. Было поведение, чтобы строили жертвенники храмы и капища идольские. И приносили в жертву свиные мяса из готов нечистых. И оставляли сыновей своих необрезанными. И остороняли души их не всякой нечистотой и мерзостью. Для того, чтобы забыли закон и изменили все постановления. Вот чем занималась советская власть, занимались коммунисты. А это за благодарение Христа. Все, что идет, это все повторение, наступание на те же самые грабли. А Дух Святой говорит, помни, если не покаетесь, все так же погибнете. А Духе Святом нужно научиться рассуждать. Рассуждать с благоговением. Дух Святой подвиг меня к этому. Дух Святой побуждает восклицать Авваочи. Это Дух Святой изнутри. То есть ты отец всех отцов. И просто Отче наш. А в конце скажи Авваочи. Никому более я не могу назвать с большой буквы. А как сейчас пишут святые, отцы из большой буквы. Отцы и все с большой буквы. С большой буквы один отец. Владыка один. Господь с большой буквы один. Церковь выделена специально. Нет везде, в какой газете не считаю, патриарх. Везде святые отцы. И святые с большой буквы. И отцу из большой буквы. Нет этого. Это может быть даже его кулак. Поэтому. В этот день особенно. Молитва возносится к Духу Святому. Ты пришел в Господе. Ты обречил этот мир. О грехе, о правде и о суде. О грехе, что не верует в меня. Как многие не веруют. Это оскорбление Духа Святого. Как это близко все сегодня к нам. Божья Матерь. Она имела Духа Святого. Имела. Она была вместе со всеми. Но мы о ее жизни ничего не знаем. Но мы молимся. Божья Матерь молит Бога о нас. Доверяемся тому, что она святая. И она молится. Но об апостолах мы знаем больше. Мы молимся святые апостолы. Молите Бога о нас сегодня. А они молятся только о том, что сами знали. А о другом они не могут молиться. И каждый молится, что знает. Они знали, что без Духа Святого все мертвы, все собой животворит. И говорят святые апостолы, молите Бога о нас. То в первую очередь молите Бога о нас, чтобы мы были движены Духом Святым. Чтобы мы просвещенные были Духом Святым. А все это дается только из Священного Писания. На сегодня можно узнать, ну где Дух Святого. Я хочу конкретно сегодня выйти и сказать. Я в Духе Святом. Запомните легкие такие слова. Где Дух Господний, там свобода. Апостол это дал. Где Дух Свобода. А как узнать? А где свобода? В обратном порядке рассуждаем. В обратном. Свободный человек. А теперь посмотри, что на зло он свободен или в делах Господних. Очень часто, с первого века, простые люди, обыкновенные, смертные, пытались увлечь за собой. Павел говорит, из вас на самом лютые волки. Которые будут говорить превратно. Из задачи одного увлечь за собой. А когда увлекают за собой, они пишут свои законы и каноны. Я сегодня на несколько раз еще просмотрел вторая глава послания Галатам. Я вас очень прошу, запомните. Галатам, вторая глава. Придя домой, прочитайте. И скажите. В Духах в день Господи дай мне свободу, которую отвоевал апостол Павел. Наиболее прославленный среди апостолов не Павел был, не Петр. Если вы не знаете. И Иаков. Это был стол. Это был подвижник. Самый уважаемый еврей. У него на лбу, на коленях была кожа, как у осла. Столько он кладился. Его все иудеи называли праведным. И Иаков не говорили, а ты куда ж, да я к праведному иду сегодня. И все знали, кому он идет. Вот когда-то была еще и книга, книга праведного. И люди, которые были у него, эту праведность обратили на закон. Чтоб ни одна волосынка из бороды никуда не пропала. Чтоб поясок, чтоб он кистями до пол тасовал. Сохрани Бог. Ни-ни с кем-то молиться. Это еретики. Есть с кем-то нельзя. Есть. Это вообще не приведение Бог. И они в это подтвердились. Образовалось общество. И они там живут. Наконец наполкнулись за ним все-таки. И они были в такой силе, они любого могли забернуть. Их боялся даже Петр, апостол. Их боялся Варнава, друг Павла. И вот как мы читаем об этом. Галатам, вторая глава. Апостол Павел разоблачил их. Неспроверк. Отстоял свободу во Христе. И эта свобода дошла до нас. И мы за это должны Бога славить. И он говорит четвертым стихом. А вкравшимся братьям мы засвидетельствовали. Сказали. И пятый стих. Что? Чтобы они помнили, что у нас свобода. Эту свободу мы завоевали во Христе. И никому ее не отдадим. Чтобы мне говорил. Можно ходить куда молиться. Где Христос славится, я везде пойду. Я с любовью могу сесть за стол. Чтобы засвидетельствовали о Боге. И седьмой стих там. И благовестие осталось у нас. Это все ради благовестия. Тех, которые пытаются свой закон ставить. Главный удар направлен против благовестия. У них благовестия нет. Вторая глава. Галатам. Не садитесь сегодня за стол, пока не прочитаете. И скажи. Дух Святой. Открой мне тайну этой главы. Мы слышали, где Дух Господень, там свобода. И свобода. С несвободой столкнулись. Вот в этой второй главе. Шиблис. И несвобода одержала победу полную. Но зашел Павел. А кто тут главный? Петр. Я противостал ему лицемер. Со Христом был. Я для него заповедовал. Но смотрит на стороне Петра лучший дружок его. Апостол Варнава. И я ему противостал сразу. Да какой же он был, Павел Бесстрашный. Он разгромил всех. Правда, Янгзон Тауз объясняет это очень интересно. Он говорит. Ну как бы. То есть Петр не прав. Однозначно. Он ел с языческими комиссио. А как от Якова отправили. Пришли эти старые закваски люди. Он сам устоит в Таисии. Уже с языческим засолом не садится. Видимо файл ему. Это он говорит. Это два волна в упряжке. Нам что, Павла хвалить? А Петра не спровернуть. Но зато адвокат был. Потому что Золотой Иосиста. И он сумел так. Как будто бы они вышли за угол. Он говорит. Знаешь, Петя, ты молчи. Я нападу на тебя. Я тебе хорошего при уху дам при всех. Как бы. Но ты смолчи. Ты же не прав. Все равно. Но когда я с тобой расправлюсь. И ты промолчишь. Но те, которые добоевую личность и мере. Те, конечно, заглохнут. Их даже нигде не будет. Они больше никогда не будут требовать от других. Ходить, молиться. Ты понял? Понял. Это толкование Золотовусти. Я могу его и не принимать. Но очень интересно. И он говорит. Мы Петра оставляем целым. Потому что два волна в одной упряжке. Если один в голову упадет, то упряжку как дальше тянуть-то? Пахать. 11 стих. Петр. 11 стихом уже говорит. А вся глава говорит. Пришел. Это был в Атихии. И там я вот это побоище, Павел, говорит, устроил. И 12 стих. До пришествия некоторых от Якова. Он ел вместе с Итвичниками. А тут стал таиться. Тайно. Чтобы про него не знали, что с ними знается. Устраняйся и опасайся обрезанных. Вместе с ним лицемерили прочие иудеи. Так что Варнава был увлечен их лицемерием. Мы знаем, что Варнава один из семидесяти. Это очень великий человек. Есть послание Варнавы. Апостолы Павла не любили при жизни очень многие. Ну и понятно, за что? За что пророков не любили? За что пророка Исаия перепелилили? Он видел самую суть в сердцевину. И он бил не где-то в точку. В Израиле. В Емусалим. В Иудею. Тысячу уплевок. И все это было по любви в Духе Святого. 14 стих. Но я уверен, что они не прямо поступают по евангельской истине. Где образец? Евангелие написано на людьми движениями на Духом Святым. И они поступают не прямо по труду Духа Святого. Евангелие. Он не сказал, поступают не прямо по канонам, которые запрещают нам молиться. Нет. Евангельскую истину. Мы с любым человеком сегодня договоримся по евангельской истине. То я сказал Петру. При всех. Павел как бы нарушил закон. Если согрешит, то наедине отмечает. Вот почему Златоусский говорит, что он наедине заранее его обещал. Зачем бы Павел при всех ему говорил? И Петр смолчал, снес. Ибо не делами законом, а оправдываемся. Если я созидаю то, что раньше разрушил, то сам себя делаю преступником. То есть идти вопреки написанному Священному Писанию преступник. Отнимать свободу у человека, где молитвы не собирается говорить преступлением. Все названо преступлением. А преступление есть грех, а грех влечет в ад. Давайте до конца доведем это. Мы хотим жить духе святого? Хотим. Тогда послушаем, что Слово Божие говорит. Второе Баховейское 6.6. И тогда было нельзя хранить ни субботы, ни соблюдать отеческих праздников. Кроме закона Библии есть еще отеческие праздники. И они их соблюдали. Но нельзя было. Женщина, две женщины обрезали своих детей. И тогда ребятишек у них убили. Подвесили их к соскам, и они даже были так ходить, на грудях носить их. Враг издевается, он отнимает свободу. Он под разными видами приходит. В виде коммунистов, фашистов, много этих истов. Среди богомольцев, свои верующие, мютые волки, еще похлеще коммунистов будут отнимать свободу. Никому не уступайте. И всегда говорит, я свободен во Христе. А вы знаете, свобода или не свобода? Благовестие. Павел говорит, да бы отстоять благовестие, истину благовестия у вас. Если истину благовестия не знают, то ничего не будет. Там закон рабства. Притча Соломона 29.18. Без откровения свыше народ не обузан, а соблюдающий закон блажен. И вот мы слышали, что оставляет Ивангельское чтение. Господь, 99, и идет ищет. Где ищет? Кого? Но вы в жизни где-нибудь из Христа видели, что боги, которые та вещь искали? Ведь речь идет о проповеди. О благовестии. До тысячи лет никто не искал. Дня за Владимировым пришли, покрестили, на этом закончилось. Храмы построили, храмы, 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 служба. Искать-то никто не искал. А что на битве храма нет, еще и олсы. Еще церковь здесь разделяет оглашенные сроки, назначает у церкви проверка. Все устранили, кто бы не нашел, все верно. Любовь, причащайся, это не по-божеству. Дух Святой так не делай. Где Дух Святой Господень, там чистота, там святость, там работа, там поиск непрерывный. Даниила 7, 25. И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. То есть люди, которые не выйти святого, они обязательно угнетают, позорят святых. А святые, это не те, которые нигде не грешат, а те, которые искуплены Христом, где-то еще и спотыкаются, падают, не раз запачкаются. Искупленные кровью Иисуса Христа. И как тогда гнал рожденного Духом, рожденный по плоти, так и ныне. У них всегда так. Притча 6, 10 и 24, 33. Трудитель для Бога нужно очень усиленно. Вы заметите, даже у нас здесь маленькое село, поселок, но не у всех одинаково. Не у всех одинаково скотины много, не у всех одинаково в благороде. А почему? А вот ответ. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как в вооруженном воен, нужда твоя. А отсюда вывод на духовность. Сегодня не читал Библию, завтра не читал, послезавтра не тосковал дух святой, давно покинул, и человек даже не понимает, и считает себя верующим. Вот этот день сегодня церковь, я так думаю сам, потому что я не читал про это, специально назначили, как удар молота. Духа святого и еврея мы или не имеем. Почему церковь и постановила, повторяю, что я не считал мне про это, в начальную молитву. Сталю небесный утешителю. Это духу святому молитву, он царь. Отчистят всякой скверны. Приди все визь в нас. Не спорить, какая величина духа святого. А нас, а нас, а нас. Утренние, пещерные молитвы, храмы, все начинаются с этого. И вы научитесь беседовать с детьми. Детки, если духа Христова, то не будем иметь. Что будет? Ты не послушалась, родители, ты духа святого огорчаешь. Ты обзываешься, ты толкаешь другого, ты плохо работаешь. Духа святого огорчаешь. Не угошайте. А как не угошайте? Разные ветру учения, чтобы не касались нас. У нас святая православная вера, у нас всего достаточно. Не угошайте. А зато он говорит, как угошать? Ну, когда фонарь и поддувает ветер, надо отверстие закрыть. Это значит, что уши все в глаза закроют. Перед телевизором-то не сиди. А глаза вперед, в Слово Божие. И как сердце там возрадуется. Откровение 13-17. И тогда будет нельзя никому не покупать, не продавать, кроме того, кто имеет это начертание. А если это начертание имеет человеку, он уже не может покаяться. И люди, имеющие это начертание, навсегда погибнут. И это начертание примут люди, которые уже три ступени прошли. Это оскорбление Духа святого. Это пренебрежение его. Угошение. Противление Духу святому. И это уже будет холла. Холла тут, а при чем тут Бог? Да ведь Бог мне дает. И так. Ну я из печати. Ну что печать? Печать, это я в душе верю. А на сегодня все уже подготовка идет. Если Дух святой покинет, не обличает. Человек делает большие грехи и совесть уже не обличает. Дух святой обличает. И мы сегодня, Иоанн Искрич, все эти ослышали. И мы с Отцом придем и обитель сотворим. Человек это храм Духа святого. Какая огромная задача перед нами стоит. Этот храм построить. Созидать, сохранить, очистить. Галатов 6,7,8. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. Вот сегодня как бы жатва. Проверка. Не надо ждать, что придет Исаия и Иеремия. Они у нас дома ждут нас. Там Библия у нас лежит. Апостолы там нас дома ждут. Исаия 10,1. Горе тем, которое постановляет несправедливые законы, пишет жестокие решения. Это касается и церковных законов. Неудобно носимые бремена, Господь сказал. Вот они о государственных законах. А сами перстов не хотите двинуть. Придумали один закон. Ни с кем не сообщается, ни с кем не болится. Да ведь церковь-то совсем не то заложила. Если есть канон не молиться с иеритиками, означает Ты аминь, не говори ему на его ересь. А что люди чужие могли заходить в храм и слышать молитвы? Об этом Павел говорит так. Если кто-то войдет, посторонний к вам, то как скажет аминь? Если он не понимает. Вывод-то такой, что вы хоть заходили, а не слышали, но только не могли сказать аминь, если на ином языке где-то говорят. И молитва их не оскверняла. Конечно, речь верняли о друге. Но о друге, но это определенно оглашебные свидетели. И отсюда делаем вывод, что никогда молитва посторонняя никому не может оскорбить. Пророк Илья молитва Баалова и Шевцов не оскорбила. Он довел до логического конца. Всех порубил. Притча 13.3 Кто хранит свои уста, тот бережет душу свою. А кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Да как же, опять написано, широко раскрывать надо. Широко раскрывает, то есть хулить, противиться, осуждать. И он все время стрекочет и пустые слова говорит. Нужно учиться молчать. Есть поговорка. Говорить ребенок хочется 4 года, а молчат 64. Если сказал, чтобы слово отпечатлелось, чтобы оно было в Духе Святом. Выходя из дома, так и просить. Господи, если я заговорю, пусть будет в Духе Святом. Это не так сказал. И тебя не приняли, оттолкнули, оскорбили. Господи, Дух Святой называешься ты. Да буду я святым, чтобы вам этот Дух был со смирением это принять. В ответ не старайтесь что-то сказать. А я думаю дома. Да мало того, запиши еще. Да проверь по Слову Божию. А может тот человек как раз и сказал неприятные слова. Они были в Духе Святом. И слова-то пророческие не нравились старям. Не нравились священникам. Представьте, пророк выходит и говорит. Священники. Это банда разбойников по пути психи. Ну, за какие-то слова. Никто не похватит. Иоанн 19, 7. Иудеи отвечали ему. Мы имеем закон. И поэтому законы они могут спасать людей? Нет. И по закону нашему ты должен умереть, Христос. Вот такие законы, видимо, писали. А как умереть? Не ходить в храм, не слышать Слово Божие. Это уже духовная смерть. Лукаш 16, 25. Помни, что ты получил уже доброе в твоей жизни. Твоя лазерство. Мы доброе получаем. Дома. В храме. Всюду, где бываем. Где мы будем Духи Святого. Злое там, где нет Духа Святого. Аминь. Спасибо. 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 Спасибо.